добрый день дорогие друзья сегодня на канале голос силиконовой долины светлана портнова и я хочу поделиться свежими впечатлениями после вчерашнего перископа в котором я принимала участие вообще очень интересное состояние я хотела с вами этим состоянием поделиться значит во первых это совершенно удивительная атмосфера действительно единение с огромным количеством людей и она создает некоторую энергетику вокруг всего этого разговора поэтому это очень здорово это очень повышает тонус и создает хорошее настроение это первое кроме того в условиях ограничения времени создается такой интенсив такой мозговая атака люди хотят что-то спросить но время поджимает нужно быстро написать эти месседжи быстро прыгают и и ответить это толком не удается но во всяком случае создается такое ощущение мозговой атаки какие-то интересные месседжи появляются причем они настолько интересные что не хочется их упускать а хочется поглубже в этом разобраться но не всегда возбуждение перископа на это есть время поэтому я хочу сказать что я буду следить за этими сообщениями и если они требуют какого-то осмысления и последующего ответа то вот мы постараемся на все эти вопросы ответить в частности вчера один вопрос мне задали как я отношусь к вопросу переселения душ и я понимаю что речь идет о теории реинкарнации ну что вам сказать я очень много думала эту тему читала всякую литературу и в целом я хорошо к этому отношусь хорошо отношусь потому что какое-то время назад когда наша дочка выросла и уехала учиться в колледж мы стали перед какой-то дилеммой такой а как вот дальше жить и вот что дальше делать и чем заниматься и это не касалось производственных вопросов производственные вопросы были как бы сами собой но вот на этом фоне а кто мы есть да то мы были родители у нас была какая-то обязанность заботы о ребенке а теперь ребенок уехал и вот кто мы теперь значит раньше как-то вот так вот говорили что человек живет для того чтобы вырастить сына ну ребенка имеется ввиду в общем смысле родить сына посадить дерево и построить дом ну и как бы к тому моменту когда наша дочь уехала учиться мы как бы все это практически сделали вырастили ребенка посадили дерево и построили дом но и получается что как бы жизнь становится лишенной смысла то есть ради чего вот вот это вот все и поэтому если смотреть на нашу жизнь на наше текущее физическое состояние как какой-то миг в жизни нашей души которая значительно больше и дольше и может бесконечно то вот тогда появляется в нашей жизни какой-то еще другой смысл помимо такого чисто физиологического смысла появляется какой-то другой смысл и вот найти этот смысл и в общем-то является очень порой сложной задачей но достаточно интересной по крайней мере для меня значит идея состоит в том что мы приходим в этот мир не случайно что поскольку у нас существует нечто большее чем мы сами поскольку существует некоторая душа то она приходит в этот мир и вселяется какое-то конкретное физическое тело не просто так а с какими-то целями то есть у задачи у нашей души есть какие-то сверх задачи которые она пытается в течение своей своей жизни реализовать и вот наш жизненный кусочек является какой-то ячейкой вот в этой вот большой сети задач которые решает наша душа поэтому мы появляемся на свет у нас есть некоторое предназначение вот понять ради чего это все происходит какое наше предназначение и вот это является очень интересной такой задачей не всегда простой то есть некоторые люди они появляются на свет не как бы эта задача их предназначение ясна им жить гораздо проще потому что они просто всю жизнь делают то что им позволит эта душа делать и все у них получается просто но так получается не у всех и очень многие люди и вот я в частности очень долгие годы мы как бы жили и собственно я как бы по мере того как взрослела понимала что мне делать мне нравится а вот куда меня тянет не очень понимала но вот какие-то закономерности да вот там говорим какие-то указатели были все-таки в течение жизни и я этим хочу с вами поделиться значит вообще меня всегда интересовали люди люди как некоторые мыслящие существа вот их поведение и взаимодействие мне всегда было интересно поэтому я всегда очень любила какие-то фильмы где-то любовь романы там что-то такое взаимоотношения я читала драйзера которого мой супруг вообще не выносил потому что такая нудота как ты можешь это читать а там вот именно психологические драмы взаимоотношения людей мне было страшно интересно я перечитала там все эти книги в свое время мне было очень интересно это был как бы первый такой вот штришок какой-то маленький да когда дочка была маленькая мне попала в руки книжка по-моему Владимир Леви его знали звали это было нечто такое самое первое в истории того что я знала написанное для обывателей по психологии там были аутогенные тренировки что-то такое что такое мне тоже это все было очень интересно и я этим всем интересовалась и занималась потом чуть позже мне попал в руки журнал семья и школы я подсела на это мне было страшно интересно вот этот маленький ребеночек которого у меня еще не было в то время вот как его воспитывать как с какими критериями к нему подходить как из него что-то такое формировать мне тоже это было интересно и очевидно все вот это какие-то случайные какие-то пересечения моей жизни вместе с каким-то предназначением наверное оно вот как-то меня туда побегало но я не отдавала себе полностью в этом отчетам я училась на институте связи я по первому образованию инженер и в общем-то как бы ничего общего не имела ни с образованием ни с психологией ни с чем вот только так на уровне каких-то интересов но потом я опять же волю каких-то судеб попала в такое учреждение образовательное и поступила в аспирантуру академии педагогических наук то есть я стала ученым-педагогом то что называется но я к этому отношусь очень скептически в том смысле что защита диссертации это не является чем-то таким сверхъестественным это просто некоторые квалификационные работы которые учат тебя каким-то образом работать с источниками понять какие-то существуют методы науки там задачи как подходить к решению проблем не более того но тем не менее мне это было интересно и прошло много лет мы после этого уехали я как только защитилась мы практически там через год уехали уже из россии здесь стояли совершенно другие задачи которые были связаны с тем что нужно было просто элементарно выживать и когда ты выживаешь что как бы тебе не до поисков твоего предназначения души и конечно первые годы в иммиграции это в общем-то такие довольно тяжелые годы с очень такой предметной работой по как бы определению себя в этом мире не связанным с заоблачными какими-то материями а вот очень конкретно да сколько ты денег зарабатываешь как ты можешь выживать содержать свою семью и так далее поэтому на какой-то момент вот все мои вот эти вот поползновения и все мои искания они приостановились просто некогда было этим заниматься ну и вот там спустя какое-то время вроде так все у нас наладилось финансово все хорошо внучка пошла у нас в школу и возникли вопросы какие-то связанные с образованием детей опять же вот опять мы приходим к образованию а как вот в ней что-то такое формировать очень такое специфичное конкретное я засела за интернет и стала искать что-то более-менее вразумительное на эту тему но ничего более вразумительного чем о ветерной психологии я не нашла поэтому я записалась на курсы Бурлана Юрия Бурлана в Нью-Йорке и прослушала этот курс я его прослушала поняла что мне это да интересно но именно с Бурланом неинтересно и стала искать другие источники где я могу еще накопать нарыть какой-то больше информации потому что это меня зацепило и мне таки да было интересно двигаться в этом направлении я познакомилась с работами Толкачева который является автором вот этих вот всех векторов а потом я познакомилась с еще одним его учеником Михаилом Бородянским который у нас теперь частый гость на канале и тут значит стало не совсем интересно то есть вот тут вот происходят какие-то совершенно неинтересные интересные вещи которые меняют жизнь и меняют жизнь довольно быстро я почитала книжку тут у нас на канале это самые люди то есть начитанные люди знают что есть делом трансерфинг реальности я почитала эту книжку я поняла что да в этом что-то есть то есть оно мне настолько было близко изнутри у меня не было никакого внутреннего сопротивления принять эту концепцию как концепцию что если вы захотите мы попозже как-нибудь об этом поговорим не сейчас но вот этот трансерфинг реальности что можно с одной линии жизни перескатить на другой линии жизни и таким образом формировать собственно говоря свое будущее оно мне показалось очень близким и естественным единственное что те методы которые он показывал там они как бы мне показались не совсем работающими но может быть кому-то они покажутся более приемлемым это уже чисто такой индивидуальный вопрос на самом деле вот если задуматься то многие из нас и так управляют реальностью мы себе порой не отдаем в этом отчета но вспомните события в вашей жизни когда вам чего-то очень очень хотелось и вот то чего хотелось не получалось и как-то было сложно так все сложно вплоть до того что вы даже думали ну не получается и бог с ним и вот в какой-то момент вдруг все срасталось и вы думали ну надо же как мне повезло вообще вот так все срослось вот точно так как я хотела вот просто лучше не бывает и вот такие же вещи у меня происходили и я всегда это объясняла случайностями но вот чем больше живой изучая все эти вопросы понимаю что это все не случайно а оно рукотворно и остается только понять для воспроизводимости вот этих вот событий которые мы хотим увидеть в своей жизни остается только понять какой должен быть механизм какие должны быть инструменты чтобы им пользоваться сознательно то есть одно дело бессознательно пользуешься у тебя что-то получается а другое дело вот сознательно что-то сделать и вот когда я познакомилась парлянским он как раз этими вопросами занимается и я у него брала курс по управлению реальности мне показалось что это интересно структурировано во всяком случае можно этим пользоваться и действительно жизнь начинает проворачиваться причем она действительно начинает проворачиваться как все быстрее и быстрее то есть я сейчас уже как-то вот смотрю назад боже где я была год назад и где сейчас то есть у меня как-то завертелось колесо жизни очень быстро но наверное я каким-то образом выхожу на линию вот который на тот путь который меня ведет к какому-то моему собственному предназначению и наверное поэтому события складываются таким образом чтобы у меня все получалось ну это была прелюдия такая немножко длинная немножко короткая в отношении вчерашней перископа и одного из вопросов теперь я хотела рассмотреть еще один вопрос который меня тоже засыпил женщина спросила скажите как принять человека который обвиняет вас в том в чем вы не виноваты ну такой трикий вопрос и опять же я не претендую на истину в последней инстанции потому что я не профессионал я скажу то что я думаю по этому вопросу а дальше кому интересно разбирайте сами кому не интересно выключите это видео не смотрите мне кажется что первый вопрос который нужно рассмотреть в этой связи это чувство вины и наша собственная система координат в оценке того что есть хорошо и что есть плохо у каждого из нас эта система она конечно веяна и обществом и нашим образованием и воспитанием но тем не менее у взрослого человека есть своя сложившаяся система понятий вот это хорошо а вот это плохо и если я что-то сделал по моим собственным понятиям хорошо то я понимаю что я все это сделал хорошо а если я что-то где-то напортачил то я испытываю чувство вины и уже чувствую себя не так хорошо и вот эта ситуация когда я себя чувствую не хорошо понимаешь что я что-то сделал не так она является тяжелой обременительной для человека то есть у него настроение портится и это деструктивно поскольку сами мысли эти они делают нас слабее вот системе системе статусности сравнения нас другими людьми получается что мы становимся слабее тем самым принижаем свой статус и это заставляет нас хуже думать о себе вот я недостойный я плохой я вот мне не положено и так далее так далее то есть вот эта вот вещь она является деструктивной по своей сути если в то же время мы можем перевернуть эту деструктивность вот это чувство вины в некоторую позитивную сферу и эта сфера появляется там где мы с одной стороны признаем свою вину говорим да так случилось но переворачивая это все в позитиве говорим а что я могу сделать чтобы улучшить эту ситуацию и вот как только вы себе это сказали то сразу чувство вины оно уходит сразу становится легче и появляются уже конструктивные какие-то действия и мы перескакиваем на ту линию жизни которая ведет нас позитив теперь другой момент это одна сторона медали теперь второй момент человек который обвиняет других в чем-то почему он это делает мне кажется что он делает это потому что он чем-то недоволен его что-то беспокоит это во-первых а во-вторых вот то что его беспокоит он не привык задумываться это по отношению к самому себе и он не хочет разбираться в причинах у него годами накатанная привычка искать виноватых вот в той ситуации которая его беспокоит если у него что-то беспокоит значит кто-то виноват и это у него срабатывает вот так вот беспокоит виноват кто-то другой а почему так происходит потому что для того чтобы понять в чем истинные причины его недовольства ему нужно поднапрячься ему нужно разобраться в себе понять в чем причина этого беспокойства и это может заставить его выйти из зоны комфорта а он может быть не готов оттуда выходить или не хочет выходить ну и вот получается такая треки ситуация что он как бы принял позицию такой все вокруг виноваты а я такой белый пушистый вот а раз все вокруг виноваты они всем чем-то обязаны да то есть как бы он себя таким образом немножко в этой статусности повышает ну и самое простое что он может делать он может искать виноватых всех вокруг себя и он это очень хорошо умеет делать теперь мы возвращаемся к самому вопросу как принимать такого человека ну и это вопрос непростой потому что принимать можно попытаться с ним поговорить на эту тему и если он готов слушать и слышать и разбираться да то можно дойти до каких-то позитивных двигов то есть действительно с ним проговорить эту ситуацию понять в чем причина беспокойства это может быть просто усталость это может быть болезнь какая-то это может витаминоз это может быть вообще повышенная раздражительность потому что на работе там у него не все благоприятно это может быть раздражительность потому что в семье у него не все благоприятно и кто-то в семье его раздражает но он скрывает это чувство раздражительности и прикрывает это вот в том что обвиняет других во всех каких-то смертных грехах ну и соответствии с этим если человек этот партнер ваш открыт к обсуждению вы найдете эту причину то тогда вы вместе с ним можете эту причину каким-то образом пытаться либо сгладить, либо устранить, но в первую очередь это должен быть путь двоих, направленный на решение этой проблемы. Это должно быть обоюдное движение навстречу друг другу, и только в этом случае можно прийти либо к компромиссу, либо вообще исправить существующую ситуацию и как-то из нее выйти. Другой вариант, когда человек полностью закрыт, он ничего слушать не хочет, и он говорит, нет, все риноваты вокруг, и все мне все должны. Тогда это путь нехороший, это нехороший путь. И тогда вот женщина, которая задает вопрос, она должна себе ответить на несколько вопросов. А могу ли я вообще не реагировать на эти замечания, которые бросаются в мой адрес? Ну, они меня не касаются, это не моя вина, у человека проблемы. Если я не реагирую, как бы проехали, и как бы вроде все хорошо. Если так не работает, тогда задайте себе следующий вопрос. А как я буду чувствовать себя с этим партнером через 5 или 10 лет, если ничего не меняется? Скорее всего, его придирки будут нарастать, потому что ему нужно все больше и больше компенсировать вот это существующее недовольство. И как вы себя будете чувствовать? Видите ли вы себя с этим человеком через 10-15 лет? Или это что-то такое принципиальное, и нужно что-то в этом смысле менять? То есть я бы оставила этот вопрос на ваше собственное суждение после ответа на эти два вопроса. С одной стороны, насколько сильно эти придирки вас трогают лично, можете ли вы с этим жить? И второе, посмотреть, можете ли вы жить с этим человеком через какой-то промежуток времени. Вот. Ну, вот это то, что я хотела сказать по этому вопросу. И хочу сказать, что мне понравилось выступать в Перископе, поэтому пишите мне письма. Я буду заранее оповещать, когда я буду там появляться. Вы готовьте вопросы, и мы будем с вами совместно двигаться. На этом пока-пока.